Дорогие зрители, вот какого замечательного и интересного гостя я сегодня раздобыл. Мы в перерыве семинара Сергея Петренко сможем пообщаться на интересные темы. Сергей – экс-SEO Яндекс.Украина, основатель, владелец searchangents.guru уже, да? Ну, ру тоже есть. Ну, в гуру, на гуру форум, правильно? Сергей – форум на гуру, сайт на ру, и, в общем, это правильный, видимо, баланс. Пока-пока имеем. И из нового это терминал. Сергей – да, терминал 02, coworking, client-center, место для чего угодно, у нас там даже ресторанчик сейчас открылся. Сергей – круто, круто. Сначала хочу поговорить о предпринимательстве, о против проектах со стороны человека, который их запускает. Сергей – первый момент, который я хочу обсудить, насчет кофаундерства. У вас, я так понимаю, что мнение устойчивое, что лучше два или больше человек, ну, то есть они запускают компанию, и тогда у них шансов выжить больше. Они быстрее выживут или еще есть какие-то другие преимущества? Сергей – ну, на самом деле, как я говорил на протяжении двух дней семинара, маловероятно, что один человек способен закрыть все необходимые, так сказать, сферы деятельности любого нового проекта. Ну, если это, конечно, не персональный блог. Конечно, есть исключения, когда бизнес строится на личности его создателя – это консультационный бизнес, это адвокатский, ну, тоже консультационный фактически. Это могут быть какие-то бизнес-тренеры и так далее, да, и, конечно, есть возможность в этом случае обойтись одним человеком. Но даже в этом случае, на самом деле, если посмотреть чуть-чуть глубже в структуру этого бизнеса, окажется, что там есть какой-нибудь помощник, ассистент, директор, от которого, на самом деле, очень много зависит. Ну, даже если не говорить о чисто таком бизнесе, вот там, даже консультационном, кажется, что, наверное, там, музыкальный бизнес, да, у людей, ну, казалось бы, вот вышел себе бумбокс на сцену и давай играть, и все гениальны, и все пишут песни и так далее. Там, естественно, во-первых, есть директор. Например, успех группы «Чаев» наполовину зависит от, это наполовину заслуга их директора, который их в свое время из маленькой уральской группы сделал, так сказать, звездой, в принципе, ну, давайте так, все СНГшного масштаба, да, не говоря только о российском. А в деятельности, ну, у Битлз не было бы, может быть, того успеха, если бы не их продюсер, и если бы не, ну, если бы не их менеджер Брайан Эпстайн, если бы не Джош Мартин, который их записывал. То есть, даже если говорить о там, ну, ЛСП, если тоже кто-то нашел и кто-то ему помог, то есть даже в таких вещах, когда, казалось бы, талант человека абсолютно, ну, там, беспрекословен там и абсолютно безоговорочно является, конечно, главным драйвером, без какой-то там дополнительной поддержки, операционной, директорской, ну, не получится просто ему вырасти. Единственное возможное исключение, на самом деле, это Океан Эльзы, где Слава Вакарчук подавляющую часть продвижения себя как бренда и всей группы проделывал самостоятельно, ну, в данном случае это исключение только подтверждает правила. Хотя, с другой стороны, Слава пишет гениальные песни, но аранжировку делает, опять-таки, еще люди, и вся группа участвует в этом процессе. Ну, насколько их можно назвать кофаундерами? То есть, это можно, ну, может быть такая ситуация, что есть предприниматель, у него там, понятно, драйв, жилка, он стартует бизнес, нанимает людей, через какое-то время понимает, что это правильные люди, и они становятся кофаундерами. Возможно так. И как им правильно, опять-таки, завершая вопрос, как им правильно все это подавать, как этим мотивировать людей? Ну, вот опять-таки, бизнеса одного человека почти не бывает, и, соответственно, вполне возможно, что, находя нужных людей, вы можете не осознавать, что это кофаундеры, что они совершенно неотъемлемая часть бизнеса. Но это, собственно, ровно то же самое. Значит, надо придумать какой-то вариант, человек, что придумал массу таких вариантов, людей можно взять в партнеры, людей можно мотивировать каким бы то ни было образом. Даже если приводить в качестве примера Яндекс, да, или в качестве примера, там, Фейсбук, Гугл и так далее, ведь там везде есть и помимо, ну, вообще в этих компаниях есть хорошо разработанная система опционов, когда даже наемный сотрудник, приходя, он в итоге заинтересовывается будущим партнерством, ну, будущим участием бизнеса в опционах. Это некая дополнительная фишка, с одной стороны она привязывает человека, с другой стороны она позволяет, ну, как бы заинтересовать в деятельности компании, ну, заставить человека думать на уровне деятельности компании, а не на уровне, там, сижу в углу и, так сказать, что-то скромно пишу. Как бороться с тем, что, в принципе, у нас опционы, это такая бурж тема считается, и как будто филькина грамота, люди как бы этого не понимают, хотя они могут быть суперэффективны в чем-то, вот как им это преподносить? Ну, во-первых, безусловно, опционы, ну, что такое опционы? Опционы, это право сотрудника через какое-то время купить, даже не купить часть компании, потому что, как правило, опционы редко реализуются в стоимость акций. Это не имеет особого смысла с точки зрения даже денег, потому что в больших компаниях, ну, никто из сотрудников не получает какой-то значимый пакет акций, но значимый пакет опционов, который можно конвертировать в пакет акций, который бы, ну, я не знаю, давал возможность влиять на развитие компании вот таким образом. Но в подавляющем большинстве этих компаний никто не имеет возможности голосами акций так уж сильно влиять. Там всегда большое количество, особенно если это публичная компания, уже вышедшая на пио в большинстве случаев, там пакеты акций настолько невелики, такое большое количество акционеров, что, в общем, это как политика. Но заработать-то все могут. А, за... В Яндексе сколько человек стали миллионером? Это десятки или суть? Честно говоря, не считал, нет, наверное, все-таки десятки, но, в принципе, порядка 10% акций Яндекса – это акции, розданные в качестве опционов. Это так было с самого начала, и, в принципе, опционная программа у них, насколько я знаю, до сих пор работает, поэтому... То есть вот эта программа была изначально, грубо говоря, с 2000 года? Или она чуть позже? Практически, да. То есть ее сразу как бы поняли, что надо так делать? Ну, в принципе, да. Куропа. Так что... Ну, с тем временем, это как бы... Ну, тем не менее, все равно, там, бизнес в тому моменту уже был более-менее оформленный, и все понимали, так сказать, куда это идет. Ну, если говорить о том, что опционы у нас там мало... Ну, и действительно, смешно говорить там о небольшой компании, что она когда-нибудь... Ну, опционы – это все-таки после публичного размещения. Ну, возьмите в качестве примера в таком случае компании, основанные на партнерстве, там, рекламные агентства, значит, юридические компании и так далее. На Западе – это хорошо отработанная схема, у нас, в принципе, ничто не мешает это сделать. Вот у нас, как и законодательство, совершенно спокойно отнесется к тому, если вы свое ООО, например, оформите в качестве партнерства нескольких человек. У кого-то будет 10%, у кого-то будет, там, 20% партнерства, там, 12-15% – неважно. По всем нормам в этом случае, значит, во-первых, у людей возникает возможность получить дивиденды после, по финансовым итогам работы компании, то есть компания зафиксировала прибыль, уплатила, к сожалению, гигантский налог на эту прибыль и в итоге распределила дивиденды. Это раз, а во-вторых, это дает возможность человеку выйти, например, продать эту часть компании, если у нее, если у этой части есть какая-то стоимость, конечно. Человек с 10-15%, если таких несколько, в принципе, вполне может влиять на жизнь, так сказать, этой компании глобально, даже не являясь генеральным директором. То есть, если подытожить, оптимальный вариант для небольшой компании – это дать какую-то долю в компании, ключевым людям, и таким образом сделать кофаундерство. Или изначально, ну да, в принципе так, то есть это вполне нормально для любого бизнеса. Для небольших компаний – это лучше опционов, потому что нам что-то эмфемерное. Ну, конечно, потому что опционы – это когда мы пойдем на IPO, а когда мы пойдем на IPO? Ну, когда любое рекламное агентство в Украине пойдет на IPO? Никогда. Но, если оно будет при этом куплено, например, большим рекламным агентством, как это происходило с некоторыми рекламными агентствами, интернетными, даже и в Украине тоже, то это способ для всех его основателей, для всех тех, кто отнесен к учредителям, получить определенный кусок денег, потому что, например, ваше небольшое там ламповое рекламное агентство там в областном городе купило национальное агентство, значит, заплатило всем там какую-то сумму. Ну, мы говорим, конечно, понятно, что сейчас можно возражать, да нет, это у нас не работает, да нет, у нас все с этим сложно, у нас все с этим действительно сложно. Не так это популярно. Ну, это не так просто, как на Западе, есть масса других возможностей, есть масса других осложнений, но, в конце концов, это все еще свидетельство нашей какой-то незрелости в области бизнеса. Хорошо, компанию мы сделали, ну, next level, там, пусть еще моменты, которые можно разбирать, это, конечно, сотрудники, главное, скажем так, наемные сотрудники. И по-хорошему, мне кажется, в IT-сфере любая должность должна быть с KPI. По идее, да, я про это и говорил, даже генеральный директор – это должность, у которой есть KPI. И по-хорошему должны быть цифры или нет? Ну, как, в идеале, поскольку деятельность компании так или иначе характеризуется цифрами, конечно же, у каждого из сотрудников в качестве ключевых каких-то показателей. То есть это может быть даты, суммы там, ну, то есть там… Это может быть выручка, это может быть объем продаж, это может быть, это могут быть, ну, если речь идет о проектах, которые надо запустить, это могут быть какие-то показатели работы проекта, прибыльность проекта или посещаемость. Да, если вам важно это. На самом деле, ну, там многое можно придумать. У пресс-службы это может быть количество упоминаний в прессе. Вот. Или даже сейчас, тем более, есть системы, которые позволяют анализировать тональность рассказаний. Значит, если мы хотим, чтобы у нас было хорошее мнение, пресс-служба должна как-то работать на то, чтобы вот тональность рассказаний была в определенном… И это тоже можно изменить. Ну, вот эти системы позволяют это сделать. Не то, что можно привязываться к абсолютным, во многих случаях нельзя привязываться к абсолютной величине, потому что там 800, что 800, приборы, да? Но можно, если вчера было 800, а сегодня 850, то, наверное, это лучше стало. Значит, от этой динамики мы берем производную, и это будет наш показатель для, там, бонусов, для соблюдения KPI и так далее. Как раз о бонусах. Если смотреть, что у человека, ну, любую должность возьмем, у него есть KPI. Бонусы, как вы считаете, должны быть за выполнение этих KPI или за перевыполнение этих KPI? Ну, вот как я и говорил, бонус в любом случае должен быть, потому что у вас нет опции уменьшить человеку зарплату, если он ничего не выполнил, но есть возможность не платить ему бонус, если он ничего не выполнил. Поэтому какое-то среднее значение бонуса должно быть запланировано ему в качестве части оплаты, чтобы можно было ее не заплатить, если работа сделана плохо. А если работа сделана супер хорошо, то можно этот бонус увеличить. Ну, вот прям такая логика. То есть человек, получается, понимает все-таки, в свесторонних ситуациях, когда человек понимает, какой бонус он может получить, но если это не сейлы, он понимает, какой бонус он может получить. И, кстати, я тоже слышал об этом, что это больше мотивирует, то есть потеря вероятных денег больше мотивирует, чем получить что-то там. Разумеется, просто надо понимать, что, условно говоря, оплата труда, ну, сумма, которую надо потратить на человека в виде оплаты его труда, она, это не зарплата человека, значит, который, ну, то есть это не та зарплата человека, который вот договорились с ним, в основном, ты будешь получать, там, тысячу долларов, и он, там, работать на нее нет. Вот вся сумма, которую на него придется потратить, это, там, зарплата плюс бонус. То есть, условно говоря, там, норма, это, например, три зарплаты в квартал, там, четыре зарплаты в квартал, четыре оклада месячных в квартал, и уже сумма вот последней четвертой зарплаты может варьироваться. В идеале, при хорошем, при хорошей работе четыре, или четырнадцать зарплат в год, а при плохой работе двенадцать зарплат в году, при сверххорошей зарплате, ну, понятно, там, никакие не получится, значит, вряд ли получится сделать, запланировать подвиги и сверхдостижения, но быть готовым, что, если вы хотите от человека подвигов, хорошо будет смотреть шестнадцать зарплат, чтобы понимать, чтобы, ну, чтобы перерасход фонда оплаты труда не сказался пагубно на компании, хотя человек-то заработал, да. Вот если, опять-таки, говорить, кстати, я увидел параллель, вы часто очень, в этих примерах, ну, мне кажется, часто, часто, разную историю из, такой, военной, как бы, темы, параллели бизнеса и военного дела, ну, то есть, Аклопов такая вот история, как вы считаете, это просто очень хороший пример, я понимаю, для чего это говорится, но как вы считаете, вот книги по военному делу, там, допустим, ну, понятно, вот, японский Судзито, по-моему, да, суперизвестная книга, которая, которая нравится, ну, там, море бизнесменов там хвалили. Ну, я вряд ли скажу что-нибудь больше, чем это умудрились сделать авторы книги «Маркетинговые войны», вот, по-моему, вот, они лучше всего, так сказать, преломили, как бы, на маркетинг все то, что говорилось там, и тем же Судзито тоже, вот. То, что я упоминал, там, про окоп и так далее, это просто, вот, как бы, ощущение очень, очень присущее, там, в начале стартапа, потому что... Как это говорилось, да, про маркетинг, про менеджмент, про маркетинг, значит, все, ты ешь на велосипеде, все горит, велосипед горит, и все в огне. Здесь тоже очень часто, что вот, мы тут кровь проливаем, значит, себя не щадим, в окопе сидим и так далее, а там, другой сотрудник встал, пошел на обед. Ну, это, скорее-таки, сразу понятна разность отношения к работе, но, с другой стороны, человек-то... Надо понимать, что в какие-то моменты человек приходит работать просто и получать зарплату. Компания неизбежно дорастает до ситуации, если она растет, что люди просто приходят на работу, сделать работу и получить зарплату. Уйти в определенное время, прийти в определенное время и сделать то, что просили. В общем, да, тем более, что после, там, я не знаю, пяти лет жизни на фронте, хочется уже как-то и в театр сходить, например. Понятно, ребята, что у нас у всех война, вот, но, я не знаю, там, вечером Океан Эльза приезжает, надо пойти на концерт. Смотрите, еще есть такой момент, знаю много предпринимателей, которые при успешности, там, первого бизнеса, проекта, когда они не сильно вовлечены уже в него, смогли делегировать, может, есть кофаундеры, по-разному бывает, они лезут во второй проект, потом в третий, в четвертый, вообще верите ли вы в, не то, что в мультизадачность, потому что любой предприниматель мультизадачный, а в то, что можно вот так вот расфокусированно, эффективно быть вот в разных проектах. Быть можно, есть другая опасность, когда у человека получилось в, там, в каком-то первом бизнесе, и это, кстати, очень часто такое заметно, и он, не анализируя, почему именно получилось, начинает механически повторять, ну, он как бы считает, что вот первый успех, ему гарантирует все. И он начинает этот первый успех тиражировать, то есть он применяет все те же методы, ведь не факт, что именно они привели, так сказать, к положительному результату, но он уже учит, он уже рассказывает, значит, как это все надо делать, в первый раз у него так получилось, значит, во второй раз он тоже так получит, так сейчас обязательно получится. Вот второй успех, он еще чего-то докажет. Возможно, второй успех даст возможность надеяться на третий. Как я и говорил, число два бессмысленно, но вот после первого успеха, если получилось повторить, то третий, четвертый и пятый, скорее всего, тоже случится. Ну и опять-таки, значит, жизнь меняется, ситуации бывают разные, поэтому у них, ну и даже третий успех не доказывает, что на четвертый ничего не случится.